О Национальном собрании Беларуси и предстоящих парламентских выборах шла речь в трудовых коллективах во время Единого дня информирования. В Лидском районе работали областные и районные информационно-пропагандистские группы. Группу, которая встретилась с коллективом филиала ДИТВА, открытого акционерного общества Лида Хлебопродукт, возглавлял председатель Лидского райисполкома Сергей Ложечник. Собравшиеся получили информацию о деятельности Национального собрания, о работе высшей и нижней палат парламента, о выборах в Совет Республики и палату представителей. Глава района обратил внимание на значимость участия граждан в избирательной кампании и призвал принять участие в предстоящих выборах. Я очень доволен, что люди здесь уже были осведомлены до этого. Таких вопросов каких-то из зала вообще не последовало. Это говорит о том, что на данном предприятии идеологическая работа поставлена именно правильной. Конечно же мы еще раз обратили внимание наших граждан на нюансы, которые будут проходить в преддверии. И во время выборов попросили их принять участие. Это уже дело каждого, каким образом за кого отдать свой голос. Предупреждение пожаров и гибели людей на них – это еще одна тема, которая обсуждалась во время Единого дня информирования населения. В Лиди-Илицком районе в этом году зарегистрированы 86 пожаров. Причина более половины из них – неосторожное обращение с огнем. Также среди основных причин возгораний – неисправность и неправильная эксплуатация электропроводки. В 2019 году огонь унес в жизни восьми жителей нашего региона. Все трагедии произошли из-за неосторожности при курении в состоянии алкогольного опьянения. Предотвратить беду, отмечают спасатели, помогает пожарно-автономный извещатель. В этом году он дважды позволял выявить возгорание на ранних стадиях, что позволило избежать неприятных последствий. Сейчас усилия спасателей направлены на профилактику печных пожаров. С 16 октября по 1 ноября стартовала республиканская акция, в рамках которой необходимо посетить всеми субъектами профилактики, в первую очередь граждан, которые относятся к группе риска, указать им на те либо иные недостатки, основное внимание уделить на печное отопление, потому что с наступлением отопительного сезона увеличивается количество пожаров по данной причине. Основная причина при пожарах от печного отопления – это перекал печи, а также имеющиеся трещины либо недостатки в конструкции печи. Продолжение следует...